О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! На этой неделе россияне отметили День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад, 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Нанесла массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Самая кровопролитная и страшная война в истории нашей Родины унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Ежегодно в этот день во всех уголках нашей страны люди зажигают свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Присоединились к всероссийской акции Янаульцы. В 4 утра они зажгли свечи в память о своих близких и родных, отдавших жизни за мир и свободу нашей Родины. 22 июня 41 года – одна из самых печальных дат в истории России. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой святой долг, защищал в те суровые годы наше Отечество. Сегодня в память о погибших зажглись свечи на всех мемориалах. Такая акция состоялась и у нас. На монументе боевой и трудовой славы молодежь зажгла свечи. Эта акция призвана помимо увековечивания памяти павших в войне, способствовать укреплению мира, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Пусть эта акция будет символом нашей светлой памяти. В этот же день почтить минуты молчания подвиг погибших в Великой Отечественной войне смогли специалисты администрации района, представители различных ведомств, руководители предприятий города и района. Они возложили венки к монументу боевой и трудовой славы. Через года помните, а тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. С приветственным словом к собравшимся на митинге обратился глава администрации района Ильшат Воззегатов. 79 лет тому назад фашистские войска вероломно вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война. Война, которая унесла 26 с лишним миллионов жизней. Это голод, разруха, это смерть, которая настигла практически каждую семью, ныне проживающую на территории нашей страны. Беда неимоверная пришла в страну, но наш советский народ, наши люди победили. Россияне всегда были сильными. И сегодня, конечно, мы, отмечая эти трагические события, должны помнить о наших героях, о тех людях, которые нам принесли мир. 22 июня в Янаульском районе запустили проект «Мобильные бригады. Помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». Организаторами этого проекта стали партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В нашем районе сейчас проживает 6 фронтовиков. Сегодня к 4 из них выехали мобильные группы и вручили ветеранам сотовые телефоны. Такому подарку и вниманию они, конечно, были рады. Кроме номеров близких и родных, теперь в их записной книжке будут внесены все необходимые номера экстренных служб. В гости к ветеранам заглянули представители партии «Единая Россия», депутаты, волонтеры Победы и социальные работники. В рамках данного проекта предполагается выдача бесплатных мобильных телефонов с внесенными экстренными номерами для того, чтобы участник Великой Отечественной войны в любой момент имел возможность связаться с необходимыми службами. Обеспечение бесплатной сотовой связи участников войны. Крупные мобильные операторы сотовой связи поддержали идею предоставления бесплатной пожизненной мобильной связи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Разработан специальный тариф «Ветеран», который включает в себя безлимитную бесплатную связь и 300 смс внутри сети оператора. И также 300 бесплатных минут в месяц на другие операторы. Также предоставляется адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и решения их проблем. И ведется электронная система помощи, которая называется «Тимуровцы». Сегодня и завтра к нашим ветеранам выезжают мобильные группы. Во время посещения участников Великой Отечественной войны мобильная группа будет оценивать условия их жизни, уточняют про имеющуюся потребность и необходимую помощь. Все проблемы, а также сроки их решения будут заноситься в электронную систему «Тимуровцы» и своевременно исполняться. В честь празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков 24 июня 2020 года на Красной площади Москвы и в других городах России прошли грандиозные военные парады с участием различных видов войск и техники. В нашем районе этот день также стал особенным. Песня о войне и победе в этот день звучали особенно пронзительно и трогательно. Работники культуры района подготовили небольшие концертные программы и исполнили художественные номера вблизи домов ветеранов. Тагир Фаязович Мухаммедов до войны трудился механизатором в родной деревне Байсар. В 1944 году ушел на фронт. Домой вернулся лишь спустя 4 года. Награжден орденом Отечественной войны второй степени многочисленными медалями. Гостей он встречал в этот день традиционно с супругой Саимой. Она – труженик тыла. С приветственным словом к Тагиру Фаязовичу и гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Мы очень гордимся, что в нашем Ненавольском районе живут такие люди, которые могут радоваться своим внукам, правнукам, успехам, делятся проблемами, рассказывают молодому поколению нам и еще более молодому поколению. До сих пор они делятся и рассказывают про ужасы войны, чтобы эта война не повторялась, чтобы мы, живущие ныне поколения, не знали таких бед. Несмотря на некие ограничения в связи с коронавирусом, мы этот год будем до конца года еще, надеюсь, будем праздновать его, отмечать, говорить о страшной войне и об уроках той страшной войны, чтобы они не повторились. В этот день он вручил телефон ветерану. Его в честь годовщины победы фронтовикам презентует партия «Единая Россия». Тем временем вторая мобильная группа уже расположилась на улице Труда. Здесь проживает еще один фронтовик – Амирьян Нурулин. Его призвали на фронт с 17-летним мальчишкой. После прохождения учебных курсов он служил на границе Афганистана. В 1948 году был ранен и демобилизован. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени медалями. Ильшат Вазегатов вручил презент и выразил слова благодарности ветерану. Тем временем на площади вблизи администрации района уже собрались волонтеры и активисты. Здесь прошла еще одна акция. Автолюбители припарковали свои автомобили и составили цифру 75. Песни Победы звучали в этот день не только во дворах ветеранов. На малой сцене вблизи Дворца молодежи читали стихи и пели песни военных лет. Сегодня, 24 июня, в годовщину первого парада Победы в Иноульском районе проходит ряд мероприятий. План разработан в соответствии с рекомендацией по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных 75-й годовщиной Победы. В полдень на центральной площади прошла акция «Звон Победы». Автомашины выстроили символичную цифру 75 и подали звуковой сигнал в течение минуты в знак приверженности миру на всей земле и в честь защитников Отечества. На малых сценах Дворца молодежи и городского парка пройдут сегодня акции «Парад победителей» по исполнению песен и стихов на военную тематику. Таким образом, выступающие выразят чувство сопричастности к великому подвигу прадедов. Также мы присоединяемся к флешмобу «Голубь мира», который проходит уже с 22 июня в онлайн-формате. И сегодня будут работать две площадки, где каждый желающий сможет смастерить свой символ мира, как символ сегодняшней мирной жизни, и закрепить ее в специально оформленной зоне. Такие площадки располагаются на территории Дворца молодежи и в городском парке у фонтана. Не остались в стороне от праздничных мероприятий и школьники. Воспитанники художественного отделения школы искусств собрались в городском парке. Здесь прошла акция «Я рисую мелом». Вооружившись цветными мелками, ребята превратили аллею в яркое полотно, радующее взор всех прохожих. Ну, я с детства любила рисовать. Я закончила второй класс художественной школы, перехожу в третий. Здесь мы рисовали мелом поздравления к великой победе, так сказать, память ветеранам за то, что они нам сделали. Мы нарисовали поздравления, благодарности и просто разные рисунки. Самые маленькие горожане приняли участие во флешмобе «Голубь мира». Малыши вырезали символы мирной жизни, ребята приложили усилия и постарались, чтобы их голуби стали самыми красивыми. И вечером в городском парке прошел финальный концерт этого дня. Свои номера подготовили солисты и вокальные коллективы нашего района. Общее число инфицированных COVID-19 по стране достигло 620 794, скончались 8 781, поправились больше 380 тысяч. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 5000 человек. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 25 июня в Янаульском районе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них находится на госпитализации 8 человек, в том числе 5 человек в госпитале города Нефтекамска и 3 пациента с третьей степенью тяжести заболевания получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 9 человек находятся на амбулаторном лечении на дому с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 74 пациента. Итого на данный момент в районе 17 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине находятся 38 контактных лиц. Продолжается плановый забор московь у групп риска на COVID-19. За весь период работы проведено 3158 исследований, в том числе у контактных лиц 1149 человек, у пациентов, госпитализированных в пульмоблок с диагнозом пневмоничная пневмония, 53 человека. Плановая госпитализация в стационар проводится при отрицательном результате моска на COVID. За 7 дней до госпитализации нужно сдать мазок из ротоглотки в амбулаторных условиях. При экстренной госпитализации в приемном покое всем пациентам проводится экспресс-диагностика на COVID. Экспресс-тесты всего сделаны 475. Медицинские работники настоятельно рекомендуют соблюдать меры изоляции пациентов, находящимся на лечении на дому, и их контактным лицам, чтобы не допускать дальнейшего заражения окружающих. Обращаю внимание населения. Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции. Носите маски. Регулярно обрабатывайте руки с мылом. Соблюдайте дистанцию как минимум 1,5-2 метра. Будьте здоровы! Непростая ситуация с пандемией внесла свои коррективы в жизнь людей в белых халатах. В минувшие выходные они отметили свой профессиональный праздник – День медицинского работника. Однако в этом году его празднование перенесли на 26 июня. Тем не менее, каждый из нас помнит того, кто помог справиться с недугом и протянул руку помощи. О тех, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья – далее в нашем эфире. Совсем скоро Вероника Идылбаева станет мамой. За здоровьем молодой женщины и ее будущего малыша пристально следит врач-акушер-гинеколог Элина Хасанова. Сегодня на ее участке 65 беременных женщин. Каждая из них по-своему волнуется в ожидании родов. И здесь, как никогда, важна профессиональная поддержка. Стать врачом Элина мечтала с детства и упорно шла к своей цели. Закончила Башкирский государственный медицинский университет, прошла интернатуру и вернулась в родной город. Мы реально чем-то можем помочь женщинам. Помочь, например, забеременеть, выносить, родить здорового ребенка. При гинекологических заболеваниях мы тоже их можем вылечить. Например, провести противовоспалительную терапию или прооперировать женщину, чтобы в дальнейшем они могли забеременеть. Например, у меня очень хорошие учителя. Что в Уфе были у меня хорошие наставники. Абдрахманова Альбина Максютовна, что здесь. И Абзалова Велеримовна, мой наставник. И Ефремов Федор Александрович, и Эдуард Владимирович Диатов. Когда я начинала работать, они всегда мне во всем помогали. Всегда обучали тому, что они сами знают. И в этом плане я им очень благодарна. Потому что если бы не такая поддержка сильная рядом мудрых учителей, было бы, мне кажется, намного труднее. И очень хорошо, когда рядом с тобой работают такие опытные доктора. Когда, смотря на них, можно очень многому научиться. В первые годы я даже вела блокнотик и операции кесарево сечения, и сколько родов. А потом уже, нет, уже не считала. Среди самых опытных узких специалистов поликлиники – Ануза Султанова. Она, как и многие люди этой профессии, грезила о ней с малых лет. Впервые порог больницы она перешагнула 47 лет назад. Поначалу была санитаркой в операционном блоке. Затем закончила медицинский университет и по распределению попала в поселок Инаул. Сначала работала терапевтом в Ямодинской сельской амбулатории. В 87-м году закончила курсы в Ростове-на-Дону и стала окулистом, о чем ни разу не пожалела. Мне своя работа очень нравится. Я очень люблю свою профессию. Глаза человека – это зеркало, зеркало души. По глазам я могу все увидеть. И мы определяем, во-первых, определяем свою патологию, патологию глазного яблока, органа зрения. И помогаем мы выявить о ранних стадиях другие терапевтические патологии. Тоже, например, сахарным диабетом очень часто, с заболеваниями щитовидной железы. Терапевтам помогаем при определении гипертонических кризов, гипертонической болезни. Ну вот так вот, работая вместе со всем коллективом. Коллектив очень дружный, хороший, работоспособный. Мне очень нравится свой коллектив, своя работа. Болен лечись, а здоров берегись, гласит народная мудрость. С этой истиной согласны и медицинские работники. Они, как никто другой, знают цену здоровья и каждый день спешат на помощь людям. Всего в нашем районе сегодня трудится более 500 медиков. 25 июня началось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование пройдет 1 июля с 8 до 20 часов по местному времени. В Республике Башкортостан к работе уже приступили 3 395 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасности здоровья граждан избирательные участки будут работать в течение недели. В Янауле сегодня заработали 48 избирательных участков. 15 из них в городе, 33 на селе. На избирательном участке номер 34-06 в список включены 1892 человека. Однако к 30 июня эта цифра может измениться. С сегодняшнего дня, с 25 июня, наши избирательные участки открылись. Все желающие проголосовать могут прийти с 8 утра до 8 вечера. Также наши голосующие могут нам позвонить по телефону, и мы можем выехать на дома, провести голосование там. Также средства защиты у нас для этого имеются. Мы вас всех приглашаем принять самое активное участие на голосование. Все средства индивидуальной защиты у нас предусмотрены. Когда будут заходить, также установлены разметки. Проголосовать можно и на дому. Представители избирательной комиссии придут с индивидуальным пакетом для голосования и переносной урной. Чтобы не подвергать людей риску заражения коронавирусом, предусмотрены все меры безопасности. Представители комиссии в защитной экипировке передают пакет для голосования, а сами ожидают за дверью. Голосование дома особенно актуально для тех, кто находится в зоне риска, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Заявку можно подать заранее в региональный избирком. Мы члены участковой избирательной комиссии 34-05. Разделились по два человека и ездим по двум направлениям. У каждой команды по 30 адресов. Реестр этих адресов составлен с учетом поданных заявлений, которые желали голосовать на дому. И люди из категории 65+. Мы приезжаем к этим людям и в цели безопасности предлагаем проголосовать на дому. Пришедшим на участок жителям района на входе выдают маски и перчатки, измеряют температуру. В зал, где проходит голосование, запускают по одному. Паспорт представители избирательной комиссии также проверяют на допустимом расстоянии. Один из таких участков традиционно открыли в лицее. Наш избирательный участок 34-19, который находится по адресу улицы Победы, 77, начал свою работу в штатном режиме. Каждый день мы работаем с 8 до 8 вечера. 30 июня мы работаем с 8 до 14.00. 1 июля с 8 до 8. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире у участников голосования есть возможность проголосовать вне дома. Если вы по какой-либо причине не можете посетить избирательный участок, вам необходимо позвонить по номеру 54649 и сообщить об этом. На сегодняшний день в списке у нас общее количество голосующих 1075 человек. Поступило 64 заявления о голосовании вне помещения. Подготовка к общероссийскому голосованию стала масштабной. И это понятно. По всей стране откроют более 96 тысяч участков. Главными задачами Центра избиркома на эту неделю остается открытость и доступность процесса и безопасность россиян. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Встретимся на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 16, плюс 18 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями кратковременной дожди, местами грозы. Ветер западный и юго-западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16, плюс 21 градус. База оптовых цен «Находка». Тысяча спецпредложений в одном месте. ЕНАУ, Лермонтова 10 и новый магазин по адресу Ленина 11Г. Айда на открытие 20 июня. Докторская Сосново-Борская 99,99. Тушка Цыпленка 99,99. Срок акции до 12 июля 2020 года. 26 июня в полдень в Енауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети «Домострой». Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином «Домострой». Открываемся на объездной 17. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» студиал Сущепотева. Утром 8 июня в отдел полиции обратился житель Нефтьюганска и сообщил, что неизвестные лица проникли в его дом в деревню Суково, похитили двигатели от мотоблока, два триммера, две дрели, пилу и мойкукерхер. Спустя день в дежурную часть позвонил житель города Енаула и сообщил, что вблизи деревни Ижболдина неизвестные лица похитили листы ограждения скотомогильника. 12 июня помощь сотрудников полиции потребовала жителю улицы Победы. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили его велосипед марки «Стелс» бело-голубого цвета, оставленный вблизи гаража гаражного кооператива «Автолюбитель». 18 числа сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя улицы Победы. Мужчина демонтировал банную печь на чужом садовом участке. Недремлютые мошенники. Так, 16 июня в лапы злоумышленников попал житель улицы Невского. В социальной сети ВКонтакте он получил сообщение от знакомого мужчины с просьбой одолжить 4800 рублей. Не почувствовав подвоха, он переводит нужную сумму на карту преступников. На этом история не заканчивается. В общем, мошенники выманили у потерпевшего более 7 тысяч рублей. 37-летняя жительница Янаула обратилась в полицию после того, как неизвестные лица стали просить вернуть нужную сумму по кредиту. Причем сама потерпевшая его не оформляла. Кто мог воспользоваться документами и без ведома женщине оформить кредит в центре микрофинансирования, теперь выясняют следователи. 10 июня шокирующее по своим возможным последствиям происшествие случилось в деревне Кумово. Муж облил жену и дом бензином. К счастью, никто не пострадал. Другим происшествием. 9 июня в результате несчастного случая в нашем районе погиб мужчина. Водитель бульдозера, житель Удумуртий 1965 года рождения, при погрузке бульдозера на грузовой трал допустил его опрокидывание. Мужчина попытался покинуть кабину бульдозера, но не успел. Его придавило тяжелой техникой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 15 июня на 7-м километре автодороги Нефтекамск-Амзя вблизи деревни Кумово произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летний житель Амзи, водитель ВАЗ-14 модели, двигаясь в сторону Нефтекамска на опасном участке дороги, превысил допустимую скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание с последующим наездом на линию электропередач. В результате полученных травм водитель скончался на месте аварии. Всего за две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб. Выявлено более 400 нарушений правил дорожного движения. В том числе 87 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 22 автолюбителя нарушили правила обгона. 10 водителей сели за руль в состоянии алкогольного обвинения. Это все главные события за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Санитарная защита Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании? Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии и указатели, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно. Продолжение следует... Каким будет порядок организации голосования? Главный приоритет организации голосования – защита вашего здоровья и здоровья ваших близких. Прийти на участок для голосования вы сможете, когда вам удобно, что поможет минимизировать одновременное нахождение большого количества избирателей на одном участке. Чем это безопасно и удобно? Возьмем обычный избирательный участок, на котором, как правило, в один день голосует около 700 человек. При голосовании с 25 июня по 1 июля каждый из них сможет проголосовать в один из семи дней. Избирательная комиссия заранее оповестит каждого о рекомендованной дате и времени голосования. В этом случае за один день на участке проголосует около 100 человек. А поскольку голосование ежедневно проводится на протяжении 12 часов, в один час проголосует от 8 до 12 человек. А это, в свою очередь, означает, что вместе с вами на участке точно не будет много людей. Голосовать легко и безопасно.